Привет-привет, мои дорогие! С вами опять я, Полина Червова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих» с Полины Червовой. Я сейчас в Санкт-Петербурге, за окном дождь, собственно, как обычно, все происходит в Питере. Поэтому я решила записать видео дома и не мокнуть на улице. И сегодня я расскажу вам о нескольких разговорных выражениях, которые помогут обогатеть вашу речь и сделать ее более натуральной или, как сказать, естественной. Итак, первое выражение, которое мы сегодня узнаем – «my treat». «My treat» переводится как «я угощаю». То есть, если вы идете в кафе или приглашаете пойти свою подругу или друга в кафе и говорите «Пойдем попьем кофе, я угощаю», да? «My treat». Например, «Let's go to the bar». «My treat». «Давай пойдем в бар, я угощаю». А теперь мы с вами узнаем новое слово. Оно очень популярно используется в разговорной речи. И я уверена, что вы его уже где-нибудь слышали либо в фильмах, либо в сериалах, либо от носителей языка. Это слово «grub». «Grab» переводится как «захватить». То есть, вы можете захватить, схватить что-нибудь. Вы можете захватить куртку, вы можете захватить подругу, вы можете захватить кофе или вы можете захватить какие-то вещи. Например, вы гуляете с другом на улице и он вам говорит «Давай поедем за город, будем купаться в озере». Ну и вообще там здорово, хорошая погода, самое время для того, чтобы поехать куда-нибудь в деревню. И вы говорите «Вау, классная идея, я только захвачу свою подругу». Да? Можно использовать слово «grab». Либо, допустим, вы говорите «Давай захватим кофе в кофейне и посидим, попьем кофе и поболтаем». Опять можно использовать слово «grab». Это правильный глагол, поэтому в прошедшем времени вы добавляете к нему окончание идей. Ничего сложного. Например, «Did you forget to grab my jacket?» «Ты не забыл захватить мою куртку?» Или «I just want to grab my friend» «Я только хочу захватить своего друга». Отлично! Возьмите на вооружение это слово и начинайте использовать его в своей разговорной речи. И третье выражение, которое мы сегодня узнаем, очень американское. Британцы его не знают. Я как-то раз разговаривала с британцем по поводу этого выражения, и он сказал «Я впервые про это слышу. Что это вообще такое?» Американцы, конечно же, его знают. Мы можем его использовать тогда, когда мы что-то сделали не так и хотим извиниться. И в разговорном формате можно просто сказать «My bad», то есть «Моя вина», «Прости», да? То есть, если вы у друга дома что-то уронили случайно или, не знаю, разбили чашку, то вы можете сказать «Oh, my bad», «Прости», «Моя вина», да? Отлично! Давайте повторим все выражения, которые мы сегодня узнали. Первое было «My treat», «Я угощаю», то есть если вы идете в кафе с человеком и хотите сказать, что вы за него заплатите, можно просто сказать «My treat». Второе слово, не выражение, а слово это «Grab», «Захватить», да? Можно захватить все, что угодно. Ребенка из детского сада, куртку из дома, подругу, кофе, пиццу. И, кстати, если вы хотите захватить еду, это не значит, что вы возьмете ее с собой. Вы можете взять ее как с собой, так и попить кофе в кофейне. И третье выражение это «My bad», то есть «Моя вина», «Прости». То есть, если вы что-то случайно уронили, да, или задели своего друга, вы можете сказать «My bad», то есть «Извини», «Моя вина». Вот и все! Друзья, я приглашаю вас принять участие в марафоне английского языка, с которым вы сможете заговорить всего за один месяц. Обучение проходит онлайн, поэтому неважно, где вы живете, вы можете заниматься из любого города. Четкого времени уроков нету, вы получаете задания на сайте, поэтому вы можете заниматься как в пробках, так и вечером, так и утром, и на работе тихонько сидеть, заниматься английским, неважно. Поэтому приходите, я помогу вам заговорить на английском, уже больше трехста человек закончили обучение и заговорили на английском. Ну все, ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Чем больше у вас будет, тем больше видео для вас я буду готовить. Добавляйте мне в друзья вконтакте все ссылки под этим видео. У меня на страничке вконтакте очень много полезной информации, как статей, так и видео, так и всяких лайфхаков по изучению английского. Увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...